Друзья, раз уж речь зашла о пеларгонии, о том, как получать с нее стабильный доход, кому это интересно, смотри в прошлых видео, то я еще хотела поговорить о том, что у пеларгонии есть не только промышленные сорта, те, которые стандартно продают в магазинах, поступают в саженцах и выращивают в евротеплицах. В принципе, мы ведь цветочники, люди настолько больные, что понимаете, нам мало обычных промышленных сортов. Мы хотим необычных, с рюшиками, с крапинками, бахромчатые, с кантиками, в полосочку, махровые. И поэтому мы начинаем коллекционировать, а некоторые выводить и свои сортовые гибридные виды растений. Это как с фиалкой, которую в основном все знают. Можно в магазине купить обычный сорт, стандартный, а можно у коллекционеров приобрести с изысканными цветами. Так и с пеларгонии. В этом видео я хочу поговорить именно об этих гибридных коллекционных сортах королевской пеларгонии. Вы можете полюбоваться этими видами в этом видео. А я хочу рассказать, как получают такие вот красивейшие сорта. До войны у меня в Мариуполе тоже было много гибридов королев. Вообще, это, конечно, отдельная тема. Разведение сортовых пеларгоний, продажи их. Так как цены на нее намного дороже, чем на промышленный черенок. И цена на укорененные небольшие саженцы от 60 до 150 гривен за штучку. А на свежий срез от 40 до 50 гривен. Это тоже одно из направлений в цветочном бизнесе. С очень хорошей доходностью. О нем я буду рассказывать в дальнейшем. Кому интересно, обязательно подписывайтесь. А в видео для спонсоров, конечно, расскажу, где приобретать такой черенок. Таких красивейших пеларгоний. Такие прекрасные гибриды выводят коллекционеры. Переопыляют разные сорта. И скрещивая разные виды между собой. Это, конечно, очень скрупулезная и кропотливая работа. Так как нужно сразу переопылить. Потом собрать. И посеять большое количество семян. Дождаться цветения. И выявить самые красивые из них для размножения в дальнейшем. Вот таким путем и получают вот такие вот экзотические бахромчатые, махровые. С кантиками, с рюшиками, с полосочками, с пятнышками цветы. Кто-то коллекционирует модели, антиквариат и многое другое. Кто-то занимается разведением и коллекционированием цветов. Это очень увлекательный процесс. Когда с маленькой крошечной семечки получается вот такой вот красивейший шедевр. И ты понимаешь, что благодаря твоим всем усилиям у нас на выходе вот такое прекрасное растение. Ты в прямом смысле его творец. Если вам интересна эта тема, обязательно смотрите мои видео в этом плейлисте. Я много рассказывала именно об этом. О попылении, сборе семян, укоренении, размножении и уходе за пеларгонией. И на всех этапах развития. Как купить цены на сегодняшний день. Пишите ваши вопросы в комментариях. Я с удовольствием на них отвечу. Проконсультирую вас об этом. И конечно до встречи. Пока-пока.